Доброе утро, дорогие друзья! Итак, недельная глава КИТ-Ц. Вот знаменитая ограда на крыше, которую человек обязан тебе сделать, Тора говорит человеку, рукаясь до самых глубин нашего бытия, сделая ограду на крыше. Это еще и умение отрешиться от гордыни такой. Нельзя считать себя непогрешимым ни в одном вопросе. Не было, например, ничего святее храма, но и там нужна была ограда обязательно. Любовический рэбэ говорил, что у любого физической митства есть духовный аналог. При каждом новом переходе, вот, например, ты чуть-чуть поднялся, ты считаешь, ну, начал заниматься или что-то начал делать, тут же закрепись, поставь перила, а оставь вот это изменение в жизни, теперь надо закрепить. И вообще надо, постепенно очищая этот мир, не забывать о перилах. Рэбэ сказал, что заповедь перила относится к каждому человеку, и чем выше перила, тем надежнее в духовном мире его связь с Творцом. Ограждай свою, вот та территория, где ты чувствуешь, что это на тебя может отрицательно повлиять, сдвинуть тебя с духовностью. Отойди оттуда, уйди вообще, забудь об этом. В эти дни очень важно задуматься о признательности. Если бы нас наполняла признательность, наша жизнь была бы совсем другой. И это написано в нашей недельной главе. Наша жизнь была бы тысячу раз более счастливой и светлой. Дети бы знали, что нет конца благодарности родителям, которые подарили им жизнь. Что вырастили, вкладывали в их, переживали, дали крышу над головой, пищу, одежду и так далее. Родители, в свою очередь, благодарили бы своих детей и были благодарны бы им, что до конца дней именно дети приносят свет и радость в дом. Каким мрачным был бы дом без детей? А что говорить о супругах? Сказано, нехорошо человеку быть одному. Не подобает одному оставаться в тоскливом одиночестве. Как же признателен должен быть один из супругов другому, с которым строить семью? И для благодарности недостаточно чувства и слова. Она должна найти направление в действиях. Какие-то вещи, которые ближнему докажут ее. Если мы так поступали, семья была бы в 70 раз крепче. Не было бы отчуждений, разрыва, не проходили бы разводы. А когда мы в последний раз приходили домой с подарком, чтобы показать свое внимание и благодарность? О здоровье. Как только происходит все хорошо у тебя, а у человека нет вопросов. Как только что-то заболело, внезапно человек осознает, что жизнь никому не дает гарантии на здоровье. Почему тогда, когда мы здоровы, мы не понимаем, что наше здоровье проявление божественного проведения? Почему это проясняется для нас только, когда мы становимся больными? Вот счастливый человек вылечился от болезни, но от всего сердца благодарит Творца. А как же надо благодарить его за то, что ты не заболел? Если уж следует благодарить за первые плоды, принося их в храм, о ком говорится в нашей недельной главе, то также нужно благодарить за жизнь, за здоровье. Ты должен признателен во всех поступках, чтобы укоренить в душе и в сердце благодарность свою небу. Если задуматься над этим, мы поймем, что мы обязаны приносить вот эти вот первые плоды, то, что называется, от всей нашей жизни. Посвящать Творцу какие-то отдельные время. Какое-то время на молитву, какое-то время на изучение духовности, что-то послушать урок, помочь ближнему. Кроме того, что Всевышний дарит нам какой-то заработок, который мы тратим на пищу, еду, одежду, наши нужды, признательность требует действий, забудь, приносите первые плоды, отдавай их на благотворительность. Что-то ты заработал, поддержи кого-то, помоги кому-то. 10% не твои. Жизнь, самая лучшая подготовка вот сейчас, жизнь, к решению твоей судьбы наверху, это вот эти вещи. Путь в тысячи миль начинается с первого шага. Давайте начнем уже. Важность первого шага в том, что он приближает тебя ко второму, третьему. Запомнить надо, жизнь, а только мозг вечности. Надо подумать об этом. Знаете, очень много вчера, вчера задачу такую, просто шутя, и очень многие спрашивают, отвечаю на поставленный вопрос. Напоминаю ее. Вчера два торговца возвращались домой по дороге, сели обедать, вынули сумки, сумок булки, одного было три хлеба, у другого два, подошел прохожий, попросил присоединиться к трапезе, вынул из кошелька в конце трапезы пять монет, поблагодарил торговца, спасибо, что вы меня спасли от голода, начали делить, не поняли как, пошли к раву. Главный рав вынес постановление, тот, у кого было три булки, получает четыре монеты, а тот, у кого было две булки, получает одну. Тора, есть ответы на все вопросы. Они пошли к Ибн-Эсре, Ибн-Эсре, Авраам Ибн-Эсре сказал правильно. Давайте разделим каждую булку на три части. Итого, пять булок разделены на 15 кусков. Разумно предположить, что каждый сел одинаково. Значит, долю на каждого пришлось пять кусков. Получается, что прохожий скушал четыре куска, принадлежащих по хозяину трех булок, и только один кусок, принадлежащий хозяину двух. Так что все в порядке. Брахавы от слыха, в Торе есть все. И математика, и физика, и наша жизнь.